Приглушенный свет на сцене, тишина в зале, негромкие звуки рояля. Это Чайковский и его знаменитый фортепианный цикл «Времена года» пьесы «Январь» у Кумелька. Музыка настраивает на лирический лад, погружает в атмосферу тихой задумчивости. И вдруг в разрез этой тихой лирики звучат стихи Игоря Северянина. «А сколько визга, сколько скрипа, то дуб повалится, то липа, как обнаженное ребро». «Времена года» – так называется и литературно-музыкальная композиция, которую в этот вечер представили альметьевской публике популярные актрисы театра и кино Дарья Мороз и не менее известный пианист Иван Рудин. Все 12 пьес-циклы прозвучали в канве программы, а на них, как жемчужину на нитку, были нанизаны стихи русских поэтов – Жуковского, Толстого, Фета, Мандельштама. Впрочем, нашлось место и прозе. Пьеса «Март. Масленица» была проиллюстрирована острой сатирой Михаила Зощенко, его одноименным рассказом. «Завтра, говорит Масленица, не испечь ли, говорит Блинков, раз это Масленица?» И, конечно, исполняя Чайковского, как можно забыть о Пушкине? Две эти величины в русском искусстве XIX века неразделимы. В этот вечер звучали граф Нулин и, конечно, неподражаемый Евгений Онегин. Одна из самых трогательных его сцен – прощальный монолог Татьяны. «В пустыне, вдали от суетной молвы я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор?» Богатая содержанием и оттенками звучания музыка великого композитора дала новое звучание и стихам выдающихся классиков. Летящее лёгкое сочетание музыки и поэзии на самом деле – результат кропотливой работы и творческого поиска. «Это очень сложно, потому что, во-первых, когда составляешь программу, надо очень соединить тексты с музыкой, чтобы они подходили друг под другу, потому что там же не существует отдельно текста, отдельно музыки, отдельно пианиста, отдельно чтеца. Это всё единый организм, он должен, каждый элемент должен дополнять друг друга». «Дополнительная сложность – слушать партнёра, партнёра другого жанра». «Вы знаете, для меня был когда-то сюрприз, что вообще это очень непросто – музыка и слово, потому что люди могут совершенно не совпадать с темпераментами, и тогда ничего невозможно сделать». На такие творческие вечера публика, как правило, приходит искушённая и подготовленная. Это те, кто действительно любит и ценит и музыку, и поэзию. Поэтому и воспринимает всё, что происходит на сцене, с восторгом и благодарностью. «Такие мероприятия подобные. Я специально выезжаю в разные города со своей любимой компанией, и мы очень много путешествуем за такими мероприятиями. И очень приятно, что в нашем городе наконец-то это поддерживают». «Для меня такие мероприятия, они вдохновляющие. То есть, как человек творческого направления, меня это очень увлекает». «Мы давно следим за творчеством Ивана Родина, и для нас было сегодня открытием новый жанр с авторством из Дарьи Мороз. Мы остались очень довольны концертом». Впереди у артистов много творческих планов и идей. А литературно-музыкальную программу «Времена года» после выступления в Альметьевске творческий дуэт планируют представить в Москве на Красной площади.